Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии пятницы, заключительном дне этой крайне интересной и насыщенной недели. Думаю, что еще больше интересности в плане динамики активов нас ждет как раз в ходе сегодняшнего дня. Впереди выходные, друзья. На следующей неделе событий будет не меньше. На следующей неделе мы с вами погрязнем в политических перипетиях Англии, поскольку парламентские долгожданные внеочередные выборы дадут нам ответ на вопрос, на каких условиях впоследствии Англия покинет состав Европейского Союза. Сейчас, наверняка, вы могли заметить, если просматриваете новости, что очень много, опять же, данных, новостей, непосредственно связанных с Англией. Это действительно тот актив, который сейчас привлекает наибольшее внимание, причем интересуется не только фунтом, но и британским рынком. На Англию обращают внимание, потому что тема Брекзита – это одна из новостных тем-политических форс-мажоров, которые оказывали серьезное влияние на динамику долгосрочных рисковых инструментов. И вот мы, в принципе, на следующей неделе будем в относительной развязке. Я надеюсь, друзья, что нам удастся найти очень хорошую точку входа для последующего трейда по паре фунт-доллар. И на этом заработать. Ну а пока давайте, прежде чем уйти на выходные, сфокусируемся на дне сегодняшнем. У нас до конца текущего дня еще куча статистики по штатам. Это классический блок данных для традиционной, для первой пятницы недели. Non-farm payrolls, уровень безработицы, количество новых рабочих мест и темпы роста заработных плат. Также рынок труда по Канаде. И в 12.00 по московскому времени сегодня будем от ОПЕК ждать итоги двухдневного заседания. Хотя у меня есть небольшой инсайт. С большим удовольствием с вами и поделюсь. Ну вот на этой ноте давайте посмотрим на то, что происходит на рынке нефти. Мы ждали с вами роста. Рост последовал, друзья. И текущие котировки 63.12. Это выше, чем мы начинали эту неделю. Максимум был даже выше текущего уровня. Мы не добрались до 65 пока что. Но еще не вечер. Опять же, например, в ходе вчерашнего дня мы видели то, что основные движения пошли ближе к концу торговой сессии. Сегодня у трейдеров есть еще больше оснований активно торговать нефтянкой. Потому что сегодня как раз и будут даны ответы на то, как ОПЕК станет бороться с проблемой перепроизводства. Повторюсь, друзья, что самый вероятный сценарий это продление действий аналитического факта до середины 2020 года. Если повезет покупателям, то эту сделку продлят до конца 2020 года. Если уж совсем повезет, я это допускаю, что помимо этого решения будут согласованы еще дополнительные снижения. И вот, опять же, возвращаясь к инсайду, я считаю, что он еще не до конца, либо даже вовсе не отыгран в динамике нефти. ОПЕК согласовались с Россией снижение производства нефти на 500 тысяч баррелей. Если мы сегодня непосредственно услышим это в ходе заявления от представителей ОПЕК после 12 часов по московскому времени у цен на нефть, ну это мягко будет сказано, появится хороший триггер для дальнейшего роста. Я думаю, что сейчас не имеет значения говорить о том, что рынок растет еще на данных по запасам, потому что это такая второсортная статистика. Но хочу еще отметить, друзья, то, что мы очень много говорили ранее про IPO Saudi Aramco. Так вот, крупнейшая нефтяная компания мира, государственная компания, принадлежащая Саудовской Аравии, провела IPO. IPO – это, скажем так, первый раунд публичного предложения акций. В результате этого IPO удалось выручить почти 26 миллиардов долларов. Но разместили для институциональных инвесторов только лишь 1,5% акций. Включаем обычную элементарную математику, можете взять калькулятор и убедитесь в том, что оценка компании, исходя из размещения только 1,5% акций, и того факта, что это размещение прошло по верхней цене заявленного диапазона, упирается в то, что она будет стоить 1,7 триллиона долларов. Это крупнейшее IPO в истории. То есть, Саудия-Рамка опередили Али Баба. Соответственно, Саудовская Аравия добивалась высоких цен. Они сделали все возможное через инициативы в ходе заседания первого дня заседания ОПЕК. То, что нужно дополнительно снизить добычу нефти, это ввозымедло успех и привело к росту цен на нефть. Они молодцы, мы этот сценарий с вами просчитали заранее. Ну, оставим нефтянку. Давайте быстро пробежимся по остальным инструментам. Доллар иена 1866 снижается. У нас было очень много важных релизов по штатам на этой неделе. Сфера услуг в минусе, промышленное производство в минусе, EDP – слабая статистика в преддверии non-farm wireless. Мы фактически готовимся сегодня к слабым данным от официального Минтруда, скажем, Соединенных Штатов Америки. Поэтому, если сегодня данные разочаруют, конечно же, мы их будем анализировать с точки зрения не того, что в американской экономике все плохо, а с точки зрения того, что слабая статистика уж точно смотивирует Федрезерву на дополнительное снижение ставки. Поэтому, я думаю, что очень высокая вероятность закрытия пары доллар-иена на сегодняшний день ниже уровня 108. Американский фондовый рынок вчера подрос, но я считаю, что это временное явление. Все-таки, опять же, возвращаясь к слабой статистики, по Штатам это явная констатация экономических проблем. Мы также подчеркиваем тот факт, что американский фондовый рынок, несмотря на коррекцию, остается в перекупленном состоянии. И повторюсь то, что на американскую фонду очень сильно влияет политическая тема. Несмотря на какой-то всплеск позитива, который появился накануне, о том, что США и Китай продолжают переговоры, вот эта ерунда, которая уже никому неизвестна, я все-таки хочу напомнить вам непосредственно подтвержденную информацию от Трампа о том, что сделки не будет до периода послепрезидентских выборов, то есть до следующего года. То, что он собирается 15 декабря ввести пошлины на китайский импорт, это еще больше усугубит отношения. Ну и, разумеется, не нужно недооценивать факт того, что эта неопределенность затянется. Это должно все-таки охладить интерес к фондовому рынку и, соответственно, привести к его еще большим распродажам. Золото, друзья, покупаем на фоне неопределенности. Цель 1500 долларов за тройскую унцию. Доллар канадец сегодня также в центре внимания. 1.3184 сейчас котировки. Сегодня в 16.30 выйдут данные по рынку труда. Если по факту выхода отчета мы увидим, что канадский доллар продолжит укрепляться, то уже с понедельника будем искать точки для открытия коротких позиций, потому что станет очевидно, что Банк Канады не собирается. Пока что, несмотря на все риски, снижать процентную ставку. Евро против доллара 1.1106. Друзья, тут нужно потерпеть. До следующей недели заседание ЕЦБ, комментарии Кристин Лагард, которые будут точно мягкими, потому что вчера вышли данные по производственным заказам Германии. Минус 5,5% в данном выражении, только вдумайтесь в эти цифры. Роничные продажи минус 0,6%. Это явное подтверждение проблем с потребительским спросом, из-за которого впоследствии просядет инфляция. Темпы экономического роста также очень скромные показатели. Недостойные ЕС 1,2%. Нужно реагировать, нужно действовать, нужно дальше стимулировать. Пока что евро растет, потому что активно снижается доллар. И фунт против американца 1.3155. Последние данные общественного опроса свидетельствуют о том, что разрыв между либористами и консерваторами стабильно 10 и больше процентов. То есть, вряд ли что-то серьезным образом изменится до следующей недели. То есть, на следующей неделе победу одержат консерваторы. И это вернет на рынок надежду порядочного Брекзита, что должно еще выше толкнуть британскую валюту. Друзья, я начинаю понемножку покупать фунт и рассчитываю на то, что пара идет выше отметки 1.35. На этом, собственно, все. Ну, напоследок хочется напомнить еще, друзья, что сегодня последний день акции Черная Пятница. OneMarkets – это отличная возможность согласовать самые лучшие условия по повышенному кэшбэку и бонусу. Очень важная штука, особенно когда мы говорим о таких запредельных показателях волатильности, представляющих угрозу, ну, возьмем в кавычки, ну, вы все прекрасно поняли, угрозу для депозитов. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...